Спецпроект Института Воспитания Дети России История каждого из них уникальна А результат – гордость для всей страны Дети России Взаимопомощь – это то, что делает нас едиными Нельзя быть частью общества без поддержки И без чувства ответственности за тех, кто рядом Помогать ближним совсем несложно Ведь маленьких добрых дел не бывает Бывает нежелание их совершать Но если сегодня ты покормил уличного кота То завтра можешь спасти жизнь человеку Меня зовут Артем, я из города Ишкар-Ала Я перехожу в 8 класс Артем очень добрый, отзывчивый Всегда готов прийти на помощь У него всегда много друзей Однажды он шел с сестрой домой И на улице нашли котенка маленького Принесли домой и его оставили Ему было так жалко А этим летом Артем спас мальчика В детстве я увлекался несколько лет плаванием Потом стал играть в футбол за местный Спартак и Динамо Люблю и сейчас побегать с мячом Еще я всегда любил помогать тем, кому нужна помощь Мы пришли с друзьями на водохранилище Митюково Он тоже прыгнул в воду и его за руки начал тянуть Мальчик очень отзывчивый, мальчик очень добрый, хороший Главный его такой, наверное, девиз «Вижу цель, не вижу препятствий» То есть любое поручение, будь оно сложное или легкое, он, конечно, выполняет очень быстро и весело Мы достали его из воды и оказали первую помощь, чтобы он задышал Мы его наклонили и стучали его по спине, чтобы он выплюнул в воду У меня не было чувства страха Когда он мне позвонил по телефону и сказал «Мам, я весь промок», я думала, он просто упал в воду Когда он продолжил свою речь и сказал «Мам, я спас человека», у меня в тот момент, конечно, сначала была паника Я переживала, что с тем человеком, кого он спас, где он, что с ним Очень гордимся и вообще очень рады, что действительно воспитали такого сына Это не прям героический поступок, потому что каждый это может сделать В дальнейшем я хочу поступить на МЧС, стать спасателем А я уверен, что помогать близким может каждый Если мы будем помогать незнакомым людям, наш мир будет лучше А разве не к этому все мы стремимся?